Борьбу за депутатский мандат в Госдуме от Ниньского округа продолжат только кандидаты от политических партий. Трое самовыдвиженцев выбывают из предвыборной гонки. Об этом в программе «Актуальное интервью» на телеканале «Север» рассказал председатель избирательной комиссии Ниньского округа Георгий Попов. Если у нас на сегодняшний день шестеро кандидатов, выдвинутых политическими партиями, уже представили документы и они уже зарегистрированы, то до вчерашнего дня мы ждали кандидатов, которые решили идти на выборы в порядке самовыдвижения. Таких кандидатов, напомню, у нас трое. На сегодняшний день они имеют статус выдвинутых кандидатов. И вчера один кандидат документы на регистрацию не представил, двое других кандидатов представили неполные пакеты документов. Напомню, что кандидатам, которые идут на выборы в порядке самовыдвижения, им необходимо собрать для поддержки своего выдвижения не менее трех тысяч подписей избирателей нашего региона. Ну, таким самым, насколько я понимаю, кандидатов у них не получилось собрать, немножко не рассчитали, может быть, свои силы или какие-то иные есть причины. Но, тем не менее, на сегодняшний день избирательная комиссия должна собраться на свое заседание и на заседание принять решение об отказе в регистрации кандидатам, которые решили идти на выборы в порядке самовыдвижения. Отмечу, что самовыдвиженец Мария Полякова заручилась поддержкой только 667 земляков. Владимир Кисляков и Максим Малышев подписи в избирком НАО не предоставили. Таким образом, удостоверение кандидатов в депутаты Государственной Думы седьмого созыва получили только кандидаты, выдвинутые от политических партий. Кандидат от Коммунистической партии «Коммунисты России» Алексей Лебедев, кандидат от ЛДПР Андрей Смаченков, кандидат от КПРФ Александр Саблин, кандидат от «Единой России» Сергей Коткин, Виктор Шустров, кандидат от партии «Справедливая Россия» и Наталья Сулуянова, кандидат от партии «Родина». Напомню, выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут в единый день голосования 18 сентября по смешанной системе. Половина из 450 депутатов будет избираться по партийным спискам, половина по одномандатным округам. Один из одномандатных округов номер 221, самый небольшой в стране по числу избирателей, представляет собой территорию Ненецкого автономного округа.